Спички детям не игрушка. Эту пословицу все мы хорошо знаем еще с детсадовских уроков по противопожарной безопасности. Однако некоторых доморощенных естествоиспытателей так и тянет на эксперименты с огнем. Так, на прошлой неделе в районе 19 и 21 домов по улице 40 лет освобождения Украины по вине юных поджигателей произошел пусть не катастрофический, но весьма опасный пожар, поскольку огонь полыхал в непосредственной близости от жилых многоэтажек. Горела сухая трава. Повышенная температура и все это загорается как порох. Достаточно одной спички для того, чтобы создать потом прецеденты всевозможные. Сейчас период каникул, все детки находятся дома, поэтому большая просьба к родителям провести беседы с детками, рассказать о противопожарных мерах, что нельзя сейчас баловаться со спичками. Это никогда не приводило к хорошему. Владимир Ярошевский напомнил, что на территории городов и поселков Большого Харцизка по-прежнему действует особый противопожарный режим. Тем не менее, за минувшие шесть месяцев произошло 204 пожара и возгорания, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 2 апреля 2020 года было подписано распоряжение главой администрации о введении на территории Большого Харцизка особого противопожарного режима, который говорит о том, что нельзя разжигать костры. У нас была засушливая зима, не так уж много и дождей было, поэтому трава очень сухая. Все эти пожары возникли по причине или же поджога, или неосторожное обращение с огнем. В рамках противопожарного режима проводится целый ряд мероприятий. В них входит и покос травы, и сооружение подъездных путей к водоемам в близлежащих поселках и опашка полей. Но вся эта работа может пойти на смарку, если сами жители не будут предельно осторожны с огнем, не перестанут разводить костры вблизи домов и бросать непотушенные окурки в сухую траву.